МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витаю вас, друзья! Друзі, вітаю зі світлим і радісним святом Різдвом Христовим. Телеканал Миколаїв представляє програму «Стопкадр» в студії Гані Тарашевська. Про велику раду, під час якої вирішувалась доля людства, ми з вами згадаємо в нашій сьогоднішній програмі. І почуємо, як співає народне серце. Хочеться поздравити весь світ з цим великим праздником, вторим праздником после Воскресення Христового, Рождеством Христовым. В догмате Святой Православной Церкви є таке поняття – предвечний совет Божий. Когда святая Троїца, она советовалась между собою. То есть вопрос совещания был следующий – создавать или не создавать человека. В мир должен прийти Місія, в мир должен прийти Христос, он должен родиться і должен спасти человечество. Мы, конечно, должны радоваться и веселиться этому бесконечно прекрасному для нас празднику. Мы с вами, друзья, милістю Божию зустріли світле и радісне свято Різдво Христово. Сейчас триваются святки. Попереду старый Новый Рек и Хрещение Господне. И, конечно, и мы с вами не можем остаться остальным від веселої пори Різдвяных свят. В Рождество Христово ангел прилетел. Он летел по небу, людям песни пел. Ликуйте, люди, ликуйте, торжествуйте. Днесь Христово Рождество. Рождественской радостью пронизан весь белый свет. И мы, друзья, предлагаем вам разделить эту рождественскую радость вместе с нашими сегодняшними героями. Пойдемте! Добрий вечер тобі, пане господарю, радуйся! Ой, радуйся земле, син Божий народився! А что первый праздник Рождество Христове радуйся! Ой, радуйся земле, син Божий народився! Друзья мои, я думаю, что вы заметили то, что Рождество — это такой праздник, который празднуют все, от мала до велика. И вы знаете, он такой замечательный, и он такой народный. И вот смотрите, мы сегодня в гостях у Батюшки. Это так радостно, это так чудесно. Ну, как чтобы вы не разделили с нами эту радость? Отец Андрей, поздравляем вас с Рождеством. Спасибо большое, что вы пригласили нас в гости, что вот замечательные такие у вас хористки. Будьте добры, Рождество, слава Богу, пришло, и оно продолжается. Да, спасибо, Господи, дорогие братья и сестры. Хочется поздравить весь мир с этим огромнейшим праздником, вторым праздником после воскресения Христова, Рождеством Христовым, потому что воистину спасительное произошло дело спасения людей, дело спасения всего человечества. В мир родился Христос, Сын Божий, Спаситель мира. И, конечно, хочется поблагодарить своих хористов, прихожан Свято-Петропавловского храма села Виноградовки за прекрасное пение, которое издревле замечательно славит Христа. Да, дорогие братья и сестры, мы сегодня празднуем праздник Рождества Христового, и этот праздник, он удивительный и замечательный. То есть, нужно сказать, что в этом празднике сочеталось очень много. Если начать, как начинался этот праздник? Ведь, по сути, начинался он еще до сотворения мира, Рождества Христова. Ведь мы знаем, что в догмате Святой Православной Церкви есть такое понятие «предвечный совет Божий». Когда Святая Троица, она советовалась между собой. То есть, вопрос совещания был следующий – создавать или не создавать человека. Почему? Потому что был, конечно, Бог, Всеведущий, Всемогущий, Он знал, что человек совершит свое грехопадение, Он знал, что человек упадет, да, скажем так. И поэтому только тогда, когда Сын Божий, Господь и Бог, и спас наш Иисус Христос, Второе лицо Святой Троицы взял на себя ответственность за человека, и сказал, что да, я вочеловечусь, произойдет мое Рождество в мир, я стану человеком и возьму на себя грехи людей и спасу людей. То есть, как бы, и только после этого, скажем так, ну, Бог решил сотворить, в этом, на этом совете, в предвечном Святой Троице, было решено создать и сотворить человека. И, конечно, Рождество Христово в историческом контексте, оно также имеет очень-очень много своих, как бы, моментов и своих нюансов. То есть, скажем так, ведь тысячелетия истории существования человека, они существовали, все эти поколения века, для этого единственного момента Рождества Христового. И ведь все пророки, все святые ветхозаветной церкви, они говорили об одном, что в мир должен прийти Мессия, в мир должен прийти Христос, он должен родиться и должен спасти человечество. И на этом существовала, существовала, как бы, жизнь на земле. Нужно понять, что без Рождества Христового, после грехопадения человечества, жизнь бы на земле закончилась. Мы бы с вами не родились. Мы родились, живем и существуем, потому что в мир пришел Господь, и Бог и спас наш Иисус Христос, и спас всех нас. То есть, всей своей земной жизнью, Рождеством Христовым, земной жизнью, воскресением, вознесением на небо, Он устроил дело спасения человечества, когда человечество уже после грехопадения, оно не могло спастись само. То есть, человек настолько низко и глубоко упал, появилась смерть, грех, очень-очень много было страшных и больших грехов, человек уже не мог сам подняться. Нужен был отец, который придет, и вот этого вот ребеночка, он возьмет за ручку, и из этого болота он его выдернет. И вот, скажем так, фигурально выражаясь, метафорически, это произошло именно в Рождестве Христовом. Именно Рождество Христово сделало возможным это событие, то есть дело спасения человечества. После этого, как мы помним, по смерти Христовой раздралась церковная завеса на царских вратах Иерусалимского храма. Что это свидетельство? Это свидетельство то, что Царствие Небесное отныне для человечества будет открыто. И человек может войти в Царствие Небесное и получил возможность на спасение. И также хочется обратить внимание на то, что насколько милосердный и любящий Господь у нас всех покрывает своей любовью. Ведь для нас Рождество Христово радостный праздник. А святые отцы называют, как бы, Рождество Христово в догматической литературе, вот суровой такой, скажем, называют его кенозис. Кенозис, это переводится с греческого, истощание божества. То есть Господь, он как бы умолился для того, чтобы... Ну, представьте, огромное святое существо, чистейшее, как бы входит, скажем так, в то, что глубоко недостойно его, человеческое подобие, да, где Бог, где человек. Но входит с одной единственной целью, потому что он бесконечно любит людей, бесконечно любит человека, и он готов пожертвовать собой ради того, чтобы вот это вот существо поднять до своего уровня, для того, чтобы его спасти из того состояния, в котором он был. Вот в чем глубинная суть Рождества Христового. Поэтому мы, конечно, должны радоваться, веселиться этому бесконечно прекрасному для нас празднику, потому что мы сейчас, к сожалению, пронизаны, и, как бы, скажем, мы понимаем, что такое Рождество Христово. Церковь ведь нам рассказала об этом. Но тогда это же была тьма язычества. Тогда даже в еврейском народе почти не сохранилось ничего в веру об истинном Боге. Тогда было время очень тяжелое, очень сложное, когда в античном мире, Эллинском, были массовые тысячи людей, заканчивались самоубийством. Потому что они не знали, ради чего жить, они не имели, не видели смысла в своей жизни. Героязычные религии, они не давали, как бы, надежды человеку, человек путался в них. И было такое время всеобщего падения нравов, время всеобщего уныния, ропота, скажем так. И вот в этой среде, в этом мраке, в этом, скажем так, грязи, вдруг забрежала вот эта рождественская звезда, да. И вот все, и человек, как бы, получил надежду на спасение. И Господь, вот, как будто распахнул вот этот мир, распахнул небеса и сошел, и собою соединил небо и землю. И взял человека, и вот по этой лесенке небесной, повел его все время вверх, вверх, вверх в Царствие Небесное. Вот в это хочется сказать о Рождестве Христовом, такие слова. Друзья мои, и, пожалуйста, если вам сейчас грустно, ни в коем случае не грустите, потому что праздник Рождества идет, он вошел и в ваш дом. И помните, что есть любящий отец, который любит вас, знает вас, помнит о вас. Но мы, конечно, славим Христа, славим нашего любящего отца. Правда, отец Андрей? И именно народ, люди, они вкладывают все сердце в том, чтобы прославить родившегося во Христа. Да, Христос рождается, славим Его. Хочется воскликнуть в это время. Ну и также хочется сказать такой очень интересный момент, остановиться. Ведь Господь, ну, Он мог бы прийти в славе, в блистании, да? Он мог бы родиться где? Родился мог бы в императорском каком-то дворце, мог бы родиться, там, Октавиан Август в семье императора Римского, самого на то время могущества, могучего личного человека. Но Он рождается в семье Плотника, ну, хотя Он не является Его сыном, но рождается в семье Плотника, никому неизвестной 14-летней Девы Марии. То есть Он мог бы родиться в каком-то дворце, на каких-то мягких одеждах, на каких-то мягких простынях, но Он рождается на соломке, и рождается в вертепе, в сырой темной пещере. Ему даже не нашлось места в городе. То есть, видите, как хочется сказать, что этим самым Господь хочет нам сказать следующее. Хочется сказать, что благо этого земного мира, они совершенно не важны. Он нам всем Евангелиям и началом своего Рождества нам об этом говорит, что мы всю жизнь, человек гоняется не за тем, что самое главное, что нужно понять, что нужно искать, как сказано в Евангелии на Ипаче, ищите Царствие Небесное, а все остальное вам приложится. Вот чего нам надо обязательно искать. И поэтому, как бы, все произошло. Ведь дело Рождества Христова, если рассматривать его историю, оно было довольно очень трудным делом. Ведь представьте путешествие по знойному пустыне Иудеи, беременной Деве Марии на Ослике вместе с праведным Иосифом, путешествие из Галилеи, из Назарета в Вифлеем. То есть, оно было очень длинным, очень утомительным. Вот когда, наконец-то, беременная Дева, она приехала в Вифлеем, для чего? Для переписи. Они приехали, чтобы быть переписанными, потому что император Октавиан Август заставил всех жителей Римской империи переписываться, чтобы знать, какое число жителей живет. И вот она приехала, и вдруг, да, им как хотелось отдохнуть после такого утомительного путешествия. Но отдохнуть не получилось. Почему? Потому что все дома в Вифлееме, они все были заняты. И негде им было даже Христу, Господу, Его Пречистой Матери, и спутнику, истону праведному Иосифу Обручнику, даже негде было преклонить главу, да. То есть, и они нашли место в темной пещерке, на соломе, среди осликов, среди коровок, среди овечек, да. То есть, и мы видим, что такое, конечно, этим всем Господь нам хочет сказать, что надо нам искать другого, что мы немножко, часто человек не на то ориентируется, он нечет какое-то богатство, какой-то земной славы. Он весь обмерщился и, как бы, кружится в этой суете, которая совершенно не заслуживает внимания, которая только губит его бессмертную душу. Поэтому Господь, Он старается выдернуть нас из этой суеты и заставить, чтобы мы не заставить, а, скажем, показать нам путь, что Царство Божие внутри нас есть. И хочется пожелать всем, чтобы мы понимали, что в нашей темной, сырой пещерке нашего сердца, нашей душе тоже рождается Христос в это время, и тоже рождается Господь, и Он тоже входит сегодня в наше сердце и в нашу душу. Поэтому очень хочется всем, скажем, даже не пожелать, а передать вот эту вот радость, вот этот живительный ток благодати Божией, незраченной Его любви, невыразимого радости того, что Он совершил это дело спасения всех нас. Ведь без Рождества Христова, наверное, нас бы уже не существовало. СПИ, Иисусе, СПИ, ОЛІВКУ СКЛАНИТ, НАД ТОБОЮ, ДІВА МАТИ, ТЕБЕ БУДЕ КОЛИСАТИ, СУТЕПЛЕНЬКО И СВІТЛЕНЬКО, СПИ, Иисусе, СПИ, СПИ, Иисусе, СПИ, ОЛІВКУ СКЛАНИТ, Иосифа еще не видати, НЕСЕ ХЛІПЦЯ ТОБІ ДАТИ, ТУТ ТЕПЛЕНЬКО И СВІТЛЕНЬКО, СПИ, Иисусе, СПИ, СПИ, Иисусе, СПИ, ОЛІВКУ СКЛАНИТ, БУРЯ СНОГНЕ НА ДВОРІ, НЕБЕ РІЗКО ДО ЗЕМЛІ, СПИ, Иисусе, СПИ, ОЛІВКУ СКЛАНИТ, НЕ ПИТАЙ, ЧО ДАЛІ БУДЕ, СПИ, Иисусе, СПИ, ДИТЯТКО, СЕРДЕНЬКО ОЛІВКУ СКЛАНИТ, НЕ ПИТАЙ, ЧО ДАЛІ БУДЕ, СПИ, Иисусе, СПИ, ДИТЯТКО, СЕРДЕНЬКО ОЛІВКУ СКЛАНИТ, Видите, друзья мои, какая грустная, но какая удивительно светлая песня. Спасибо вам, дорогие хористки. Отец Андрей, вот в этой колядке поётся, что не пытающего дали Будды. Как бы предупреждение, не нужно загадывать в грядущее, но человек всегда хочет знать, а что будет завтра? Не стоит, наверное, загадывать, а так хочет. Нет, спасибо, Господи. Хочется сказать, что часто людям хочется знать, что будет завтра, но, честно говоря, для православного человека так вопрос не стоит, но для православного человека стоит вопрос, по-другому стоит, а спасусь ли я, пойду ли я в Царствие Небесное, что мне надо сделать, чтобы войти в Царствие Небесное, как жить, как быть, потому что я знаю, что будет завтра, завтра будет рано или поздно наступить смерть, ответ, страшный суд. Я должен отвечать перед Господом, должен отвечать перед Христом. И вот этот вопрос ответственности за Христа, за душу человеческую, за тело, за все то, что мне дал Господь, чтобы я на этой земле творил добро, усовершенствовал свою душу и делал как можно больше дел милосердия, вот что действительно заслуживает внимания. И хочется также обратить внимание на то, дорогие братья и сестры, что кто первый увидел Рождество Христово, кто был первый призван на Рождество Христово. На Рождество Христово первые были призваны пастушки. Очень простые, неученые, неграмотные люди, которые послиства и стада. Но тем, что они были простые и искренне верили в Бога, искренне верили в Христа, вдруг однажды, темной ночью, возле своих стад, они подняли голову вверх и увидели отверстие неба. И ангелы святые спускались как бы с небес и услышали это ангельское словословие «Слава Вишних Богу и на земле мир, в человеческих благоволение». Это означает, что ангельские силы небесные славят Бога и на земле водворяется мир, потому что Христос сходит в мир. И в человеках рождается благоволение, потому что человек уже благая воля Бога в том, чтобы человека спасти. Поэтому, дорогие братья и сестры, не унывайте, не отчаивайтесь в это сложное, непростое время в нашем государстве, потому что, если внимательный, умный историй, человек, который изучал историю, он всегда знает, что любое время всегда сложное, всегда непростое, любое, когда только не жил человек на земле. Но помните, что сегодня Христос рождается для нас. Сегодня открывается небо, словно царские врата в храме. И для человека получается надежда на Царствие Небесное. И Господь в окружении ангелов, в сослужении всех святых, Он входит в этот мир лично для каждого из нас, лично для тебя, человечея. Будет достойно этого, принимает эту благую весть. Выше этой радости, наверное, нет радости никакой. Христос рождается, славим Его. С праздником, дорогие братья и сестры. Тож, друзья, будем радить Рездву Христову и налаштовывать свои сердца на радость и любовь. В чему? Да поможет нам Бог. Рездвяне свята продолжаются, а я, Анита Рашевская, прощаюсь с вами. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова